Всем привет! И сегодня суббота, третий день нашего путешествия, то есть 26 августа 2017 года. И мы находимся в Краснодарском крае, уже совсем рядом с переправой, так что очень скоро окажемся в Крыму. Да, да. И обязательно я вам это все засниму. Мы быстренько с вами прогуляемся по гостинице, по это я вам покажу все. Ну, правда, сейчас оставлюсь за кадром. Идем мы, кстати, с вами в ванную комнату. Здесь имеются две ванные комнаты с душем. Они изолированы и достаточно свободные. Сразу же при включении света в них срабатывает и вентилятор. Эти душевые ванные комнаты чистенькие и ухоженные. Ну, а чуть дальше находятся раковины и туалеты. Кстати, вот и я в зеркале, так что еще раз передаю вам всем привет. Ну, идемте дальше. И здесь есть общая комната, где можно разогреть свою еду и попить чай. В принципе, выглядит здесь также все чистенько, аккуратненько и вполне удобно. А это в кадре наш номер. Мы опять же с Сережей спали вместе на одной кровати, но эти кровати оказались намного удобнее, чем в хостеле в Пензе. Матрасы нам здесь попались вообще отличнейшие, мега комфортные. И даже узость односпальной кровати нам не помешала великолепно выспаться. Ну все, мы собрались и можем выдвигаться к нашим мотоциклам, чтобы продолжить наше путешествие. Мы покидаем гостиницу, от которой у нас остались очень в целом приятные впечатления, несмотря даже на то, что в итоге она оказалась хостелом. И, в общем-то, табличка, которую мы увидели в 4 утра, не сильно получается достоверна в плане названия. Сейчас так тепло на улице, классно. А то мы ночью ехали, мы вообще замерзали. Была температура в районе 14 градусов, но на мотоцикле она ощущалась ближе к нулю, наверное. И мы очень сильно утеплились, и несмотря на то, что мы на юге, а сейчас реально так припегает. И я даже вот поеду чисто в одной футболке и в мотоэкипировке. Я искренне полагала, что ехать нам осталось до парома всего лишь час. И несмотря на то, что мы выехали примерно в обед, я думала, что на территории Крыма мы окажемся уже примерно в час, в час 30. Но не тут-то было. В паром мы прибыли только лишь в четвертом часу. А за это время мы успели заправиться и немного даже на заправке познакомиться с местным молодым человеком из Краснодарского края, который сегодня решил также немножко попутешествовать. И какое-то время он даже составлял нам компанию, немножко с нами путешествуя вместе. Затем мы начали наконец-то замечать знакомые нам с подобной мотопоездки 2016 места. Лично меня эти приятные воспоминания очень порадовали. Успели мы также увидеть и пробки из машин, движущиеся в нашем же направлении. И, кстати, в сторону севера тоже их было немало. Но в отличие от них мы все же ехали. Также мы видели много полей с арбузами, реже с дынями. Также очень много попадалось нам виноградников. Также места, где росли сливы, персики, яблони. И после таких пейзажей в итоге мы приехали к кассе для оплаты парома. Это было уже примерно 15 часов дня. А так как мы ехали на мотоцикле, то очереди нам ждать все-таки не пришлось. Хоть и были машины и даже небольшая очередь среди них. Но нам сразу же выделили свободную полосу, с которой мы и подъехали первыми к кассам. Фестиваль «Зимханы» проходит. Фестиваль «Зимханы» проходит. Где? Да. 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 Походят? Да. Да. Красный фестиваль «Зимханы» проходит. Мы только что купили билеты и едем на паром. Я надеюсь, что вам меня слышно. Я стараюсь говорить громко. Оплатив билеты, мы окрыленные поехали к парому, путь до которого примерно составлял 10 километров отказ. Но попали, к сожалению, под закрытый шлагбаум перед железной дорогой, где простояли в ожидании его открытия примерно полчаса. И после этого переезда, как оказалось, нужно было еще прилично ехать и наконец-то вот он паром. Правда, сперва нужно было еще и пройти всем нам контроль, в том числе и нашим мотоциклам и снимать это было запрещено. У Славы попалась нормальная такая женщина, а нам злая, как говорится, как собака. У нас она была недовольна всем и ее настроение передалось в итоге частично и нам. Она перерыла абсолютно весь наш багаж своими руками и более того, она заставила нас снять все чемоданы, сумки и также шлемы. И пропустить это все через специальный дозор, через специальные камеры. И после всего этого мы простояли там еще минут 40, чтобы упаковать все свои вещи, чтобы их чуть-чуть привести более-менее в порядок. Потому что они стали занимать ну очень много места. Ну и плюс нам, конечно же, пришлось прикреплять все сумки наши обратно на мотоцикл. А Слава при этом даже шлем не снимал, чтобы его фото из паспорта сверили с ним. На самом ли деле все-таки там тот человек, за которого он себя выдает. Вот такие вот дела. Ну и в общем-то в какой-то степени расстроенные мы все-таки попали на паром. Но это было уже примерно 5 часов вечера. Кстати, паром отправился на полуостров Крым практически сразу, как мы на него въехали. И хоть все здесь пошло уже по плану, точнее даже лучше, чем мы думали. Потому что отплывать мы думали, будем намного дольше. Будем ждать, когда соберутся машины. И думали, что это займет намного больше времени. Но оказалось, что это не так. А пока мы плыли, весь наш путь сопровождали верные чайки, кружаясь над нашими головами и над паромом в целом. И лично для меня это самое первое плавание в море на каком-либо судне. Так что здесь себя я не снимаю, ведь пока мне интереснее виды намного вокруг. Субтитры сделал DimaTorzok Плыли мы минут 20. И как только причалили к берегу, самые первые стартанули с парома в проезжий город Керчь. Кстати, он меня изрядно удивил своим обликом. У меня было ощущение, что я попала в СССР своим каким-то, как мне показалось, наивно открытым детским духом. Таким укладом жизни тех времен. Но, конечно, и новшества от современности в нем также присутствовали. Но это все так было интересно замиксовано, что лично мне было сверх любопытно его рассматривать. Из нестандартного для меня оказалось, что здесь было ну очень много панельных домов. Я ни в одном городе не видела столько панелек. И еще были дома из какого-то для меня непонятного камня, который выглядел так, как будто ему тысячу лет. Но если не тысячу, то пятьсот. Ну ладно, если не пятьсот, то сотню точно ему можно дать. И в этом городе меня порадовало огромное количество усатых полосатых пушистиков, которые крупными стайками прятали в стене от палящего солнца, несмотря на приближающийся по часам вечер. Дальше мы, естественно, выехали из города и поехали по дороге, поля вдоль которой напоминали нам степь своим пожухлым цветом травы. К сожалению, также здесь мы увидели, как прямо при нас загорелся пожар от выброшенной сигареты из автомобиля, едущего навстречу к нам. И этот пожар стал очень быстро расходиться в стороны. Благо, когда мы подъехали к столовой, чтобы впервые за сегодня перекусить, мы увидели пожарные машины, едущие туда, так что я надеюсь, что этот пожар был все-таки вскоре устранен абсолютно, так как столовая находилась относительно недалеко от места возгорания. Ну, наверное, километра три-четыре, не больше. Ну а дальше мы заходим в столовую, она очень просторная, светлая, в принципе, такая уютная. И здесь я выбрала для себя компот, салатик и мяско под сыром, которое мы будем есть на двоих вместе с Сережей. И если вы сейчас тоже кушаете, то я желаю вам приятного аппетита. Мы поели и едем дальше. Следующий крупный курортный город Крыма на нашем пути, это город Феодосия. С ней мы знакомимся, правда, очень поверхностно, так как наша все-таки цель на сегодня, это город Коктебель, в котором мы уже приглядели себе временное жилье, временный ночлег. И сразу после того, как мы проехали Феодосию, мы останавливаемся на заправке и замечаем, что бензин тут почти что на 10 рублей дороже, чем в нашем родном городе Кирове. На такое мы, правда, не особо сильно рассчитывали, но все-таки наш мотокотик тоже хочет кушать, поэтому будем где-то экономить на чем-то другом. Заправившись, мы едем дальше и вскоре въезжаем на закате в город Коктебель. Кстати, въезд в этот город нам очень понравился, такие своеобразные ворота, которые мы ранее нигде не встречали, так что обязательное селфи на память. Ну и мы движемся все-таки дальше и снова с каждым километром приближаемся к нашему жилью и к началу отдыха. Еще раз всем привет! Также я бы сказала, доброго вечера! Мы находимся в Крыму, как вы уже знаете, непосредственно мы приехали сейчас к Коктебель и находимся в квартире, которую мы сняли. Кстати, сняли мы ее очень дешево, нам тут все нравится, тут все есть для нашего удобства. Ну, я вам сейчас обзорно покажу эту квартиру, что у нас тут вышло. И мальчики у меня пока что ушли за арбузом, мы его поедим быстренько и пойдем изучать этот город. Мы здесь все-таки впервые, нам тут все интересно. Ну, надеюсь, вам тоже интересно, так что приглашаю вас вместе с нами прогуляться тоже. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И в них я углядела очень много различных кошек, но все они стали ждать других своих хозяев. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Такие оклотите. Для чая? Карьерные домики. А такие сумочки в какой час? 200 кг. Это не натуральная кожа? Эко-компорт. Единственный экземпорт. Дизайнерская работа. Стеленная подковочка. Саня Гурманчик. Карнитура такая. В литературе... Они с кошками две только, да? С кошками две таких-то? Нет. Что с кошками две? Две сумки. Вот это то, что осталось. А вот эти? Детские пасимцы. Да, пасимцы. Посмотрели мы также немножко фаер-шоу. Кстати, этих артистов лично я узнала. В прошлом году мы их видели в одном из городов. То ли в Анапе, то ли в Геленджике. Уже точно не помню. В общем, мы тогда ездили так же, как я вам уже говорила, в мотопутешествие. Но тогда мы были вдвоем. То есть я и мой Сережа. Музыка. 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 Дальше последовали снова ларьки. Еще различные южные сувениры, которые после нашего их посещения остались все так же в поисках своих хозяев. Хотя кое-что, может быть, мне и хотелось бы приютить свои добрые, милые лапки. Ну и снова ларьки сменяются уличным выступлением музыкантов. И на всех находится, кстати, толпа любознательных прохожих, таких как мы, а может быть, даже и верных почитателей талантов. Музыка. 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 Ча! Музыка. Класс. У». Упthere о 모т ук Moving Medill. Недurgitation. Сверх сильно натягивает. Для всех девчонок прозвучит следующая композиция. Правильно с ним сказал? Ты меня подставил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. На улице на юге выходят на заработки не только артисты и музыканты, но и художники. Их мы уже много раз встречали. Но вот впервые, кого я увидела на курорте, это был хиромант, от которого мы, правда, отходим вскоре и снова попадаем в полосу музыки. Ну а затем на роспись Хной и к чудо-бабке, которая складно делает заговоры для мужчин. Так что предлагаю немножко ее послушать. В Кабалаке удача, машина, квартира и дача. Чтоб дорабатывал Миша бабосы. Не теребил свои кокосы. Решался мельный вопрос. Россия вперед, труба поет. Так врет, у Мишки шишка шевелится и встает. Девочки на прием, у Мишки подъем. А теперь танцы до упада. В общем, как вы поняли, музыка льется здесь практически с каждого сантиметра набережной. И можно выбрать ее на свой вкус. Ну а мы пойдем все-таки домой, так как сегодня мы уже здесь нагулялись. И, в общем-то, мы находимся с поездки. И все-таки немножко встали. И времени к тому же уже третий час ночи. Ну и я надеюсь, что вы помните, что мне будет очень приятно видеть ваши пальчики вверх. Также вашу подписку на мой канал и на мои странички в соцсетях. Ссылки на них ищите внизу под этим видео в инфобоксе. Там, кстати, много фотографий выложено именно с этой поездки. И в завершении этого ролика я желаю всем вам огромнейшую удачи, отличного настроения. До новой встречи в новой серии. И всем пока-пока. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok